Или же, например, иногда бывает такое, что ребенка учит мечтать, но как будто бы никогда не верить в то, что эта мечта осуществится. Ну, по разным причинам, да, мы же не знаем, какое мировоззрение было там у старшего поколения. И у нее как раз была вот эта история, что она приближается к цели, а цель удаляется. Здесь нужно не что иное, как поработать с ментальностью, потому что как бы она поэтому смарт не бежала за своей целью, она ее никогда не получит. Вот, поэтому, когда мы комбинируем одно с другим, то ментальность начинает притягивать события, и как будто бы не только вы к цели идете, но и цель идет к вам. Вот в этом прикольность заключается вся. Вот, итак, ну, какие вообще этапы ментальной работы я со своими клиентами, не то, что использую, да, просто смотрю, на каком этапе запрос, мы тот этап и смотрим. Вот, я вам просто сегодня всю картинку расскажу. Этапы. Этапы ментального движения. Этапы ментального движения. Первый этап – это вообще замысел, замысел, задумка. Я даже не буду 1, 2, 3, 4 ставить, у меня 4 пункта будет. Я буду точечками ставить, потому что иногда они меняются местами, иногда начиная с одного, мы в другое уходим и так далее. То есть это не последовательность 1, 2, 3, 4, не алгоритм. Это просто 4 этапа, которые могут быть у каждого клиента по-разному выстроены. Итак, задумка. Я просто в той логике, которая на более-менее вот так логично звучит. Задумка или замысел. Бывает ли такое, что вот, может быть, вы встречали, люди в принципе не могут себе цель поставить. Вот не могут придумать, не могут понять, чего они хотят. Вот это как раз блок вот здесь. Здесь вот такие сигналы. Ничего страшного. Ничего страшного. Интересно поподробнее, с чем здесь нужно, куда посмотреть, какие моменты. Вообще, цель... Придите, я останавливаюсь. Подожди, дай-ка я за время смотри. Мне надо в 7 завершить, да? Нет, ну как бы нормально. Хорошо. Задумка, это вообще, собственно, цель что такое? Почувствовать, чего хочу. То есть цель это двигаться за своим хочу. Есть вообще, конечно, такая неприятная достаточно вещь. Нас очень хорошо научили надо жить из надо. Надо сделать, надо пойти, надо и так далее. Даже элементарные вещи. Надо поесть, надо пойти спать. Вот вопрос, да, я хочу поесть или надо поесть. Я хочу встать там пораньше или надо встать пораньше или лечь пораньше и так далее. То есть очень часто мы вообще слово хочу не используем. Так вот здесь, когда люди не могут задумать вообще себе цель, это как раз проблема с хочу, куда это хочу делать. Но здесь можно психологически смотреть проблемы роли внутреннего ребенка, насколько человек в контакте вот с этим ребенком, который вот эти хочу-хочу выдает, который вот эти хочу вообще может. Есть даже такой лозунг в интернете. Хочу хотеть. Хочу хотеть. То есть есть люди, которые реально хотеть не могут. И второй момент. Для того, чтобы это хочу, ну, допустим, хочу есть, да, но чтобы оно в мотивацию ушло, слово мотивация вам знакомо, это уже вот такой импульс почувствовать, да, импульс, загореться как будто этим желанием, то нужно здесь еще веру добавить. Хочу плюс поверить, что я это могу или там я этого достоин. То есть здесь можно работать с вот этими моментами, почему хочу пропало, и моменты веры в себя, в свою жизнь, в свои цели, в свои результаты, и самооценку еще. Вот здесь вот все вот эти моменты могут проваливаться. Следующий шаг. Следующий шаг. Это ментальный образ цели. Ментальный образ. Как вы понимаете, что такое ментальный образ? Представляем. Визуально. Вообще, кто из вас не знает, что на каждое слово у нас есть визуальный образ? Есть такие, кто не знает? Все знают. Ну, супер. Смотрите, когда мы маленьких детей учим вообще знакомство с миром через элементарные книжки, когда мы им объясняем цвета, то мы показываем картинку. То есть мы с самого детства научились вообще взаимодействовать с миром через визуальные образы. Потому что дети не умеют читать, они не понимают, у них вот этот интеллектуальный канал пока что не работает. Они только с визуальным каналом взаимодействуют. Этот канал остается с нами навсегда. Мы только не задумываемся на то, какие вот, допустим, какая-то цель, фраза. Ну, давайте, например, вот той девушки, с которой мы работали, да, по улице из Новосибирска. У нее была цель купить новую квартиру, и на это требовалась ипотека. Она хотела улучшить свои жилищные условия, и, собственно, с этим и обратилась, что не может никак решиться, ее страхи накрывают. Но она еще финансист, а финансисты, у них есть особенности, у них же рисковое мышление, у них очень много страхов и таких противодействий включается. Вот ее, значит, ментальная картинка. Я хочу купить квартиру в ипотеку, но это же риски, вот она мне так говорит, запрос. Начинаем смотреть. Ипотека, какой у вас образ вызывает, я ее спрашиваю. Она смотрит, ну, так вот, как бы, ну, начинает понимать, что и говорит, ну, как будто я в клетке. Ну, вот такой образ возникает. Я в клетке. Захочет ли себя нормальный человек в клетке? А мы не знаем подсознательно, почему мы не делаем, да? А это вот просто образ, который мы не хотим свободы себя лишить. Там начали разбирать. Есть влияние папы, как бы, вот такими советами, особенными по финансовому распределению. Почему-то она его прислушивается, да? Но его ментальность сильно отличается от того, что сейчас у нас есть. А потом это же риски. Я ее спрашиваю, какой образ риска, да? Смотрите, цель всегда риск несет. Вот риск рекомендую вам всем проверить. Этот образ у себя. Вот у кого какой? Вот слово риск. Что видите? Какой образ? Кого какой возникает? А? А лучше папа сказать. Супер. Супер. Это хороший образ, да? Обрыв, например. Вот это уже тот образ, который будет вас немножечко останавливать от рисков. Бывает обрыв, бывает, например, просто чернота у кого-то. Бывают черные тучи. Вот у нее черная туча конкретно была. То есть просто вкладывался когда-то в маленьком возрасте родителями старшим поколениям, что рисковать страшно, рисковать опасно, лучше не рисковать. Ну, например, какие-то такие фразы, да? И у ребенка сформировался свой образ, который с нами до сих пор идет. Но это все можно корректировать. Это удаляется и ставится в новый образ. И все это легко. Просто надо это сделать. На самом деле, что такое риск? Риск – это готовность попасть в обстоятельства, которые пока что мною не познаны. Попасть в непознанное и быть готовым познавать новый опыт. Не обязательно риск связан с потерями. Не обязательно риск связан с чем-то еще. Риск – это просто может быть, там, вот, например, девушка, смена работы. Мы с ней как раз работали. Тоже частная консультация. Она на одной работе работает, работает. Ей хочется на другую работу перейти. И она уже года три мечется. Вы знаете, когда это газ, тормоз одновременно, вот у нее такое состояние. И как раз вот она боялась, у нее много рисков, которые ее останавливали. И мы убирали эти вот образы риска, на самом деле, которые ее блокировали, остановку. А это просто перейти в новую компанию, познавать новый коллектив, новые задачи. Да, может быть, корректировка обязанностей. Ну, она поняла, что в этом нет ничего страшного, загорелся интерес, вот она решилась. Вот. Понятно, да, что в ментальном образе конкретно посмотреть? То есть, вот вы пишете вашу цель, и на смысловые слова посмотрите, чего там у вас вообще ваше подсознание там фантазирует. Вот. Каждый ментальный образ – это фантазия. И одну фантазию можно поменять на другую. И еще на что надо посмотреть, на что конкретно я смотрю в работе со своими клиентами – это статичный образ или он в движении. Как вы думаете, в чем разница? Вот статичный образ, просто картинка стоит на месте. Она может быть еще какая-то там. Бывает иногда, ну, типа, как, вот, допустим, по деньгам, когда мы работаем, бывает образ деньги. Железная монетка, вот она просто железная монетка. Но деньги же – это не монетка. Деньги же – это процесс взаимодействия с людьми. Это предлагают ценность, и взамен этой ценности берут другую ценность в виде денег. Да, это целый-целый процесс, который нужно ментально себе простроить. Когда деньги, образ деньги – монетка, просто монетка. Во-первых, это монетка всего лишь, маленькие деньги, у кого-то бумажки там. Ну, это не те образы, которые деньги принесут в жизнь. Вот, то есть нужно прям процесс, чтобы ваши образы были в движении, чтобы они были как процесс, там, вот, допустим, да, деньги или денежный поток, например. Да, вот вы хотите больше денег, и вам, вы об этом когда думаете, чтобы включался этот образ. Что вот приходят клиенты, вы им выдаете ценность, клиенты за это платят деньги, потом вы эти деньги тоже куда-то тратите, потому что деньги должны быть в движении всегда. Ну, и другие образы. Давайте это Ксюша. Вот. Понятно, что здесь посмотреть, коллеги? Не хорошо. Это опять говорит, о чем группа собралась гармоничная. Всех поровну, да? Вот тем, кто мерзнут, и тем, кто может попасть и поднять. Всегда должны быть и те, и другие в группе, иначе мы бы не собрались, если не было бы противоречий. Это как бы у меня вселенная самопорит. Нормально все. Нам есть чего возродать, если все разные. Если все одинаковые, нам нечего. Да, да. Это, кстати говоря, в любых живых системах, будь то семья, будь то бизнес-команда, наличие противоречивых мнений обязательно должно быть. Не может быть, что все в бизнес-команде как один вообще, как это, калиброванные. Сейчас скажу, это мой коучер сегодняшнего утра, когда с Наташей разговариваем, мы как бы обсуждали, но, Маша, вот у тебя в семье, вот ты посмотри, ну, как, потому что мы тоже проработали историю, кто-то чего, кто-то зачем. У нас получается так, что, ну, вот подписано, да, Милка маленькая у меня, дочка, она реально такая движевая, как я, то есть мы всегда куда-то идем, что-то куда-то бежим, ну, такие активные. А папа с другой дочкой, они такие медленные, то есть, типа, они могут лечь, реально лежать, везде, я говорю, да как можно лежать, да вы чего, надо отойти, надо делать. Это же все возможности, типа, гармоничная семья. Да, ну, это когда Маша в эфире вчера, или когда-то позавчера проводила, у нас будут в чате только активные, только те, кто делает, вот те, кто не делает, прям вот так рукой показывает, но не озвучивает хотя бы, что она всех удалит из чата. Должны быть те и другие, причем те, кто в активной фазе, в какой-то момент немножко выйдут там в этап наблюдателя, где-то остановятся в чем-то, а те, кто отдыхали, наоборот, начнут действовать. Это будет постоянно меняться, это нормально, это живая группа. Так, все, дальше идем. С этим понятно, что в ментальном образе смотрим. Ну, здесь, когда мы работаем, смотрим еще так же, кому эти картины мира принадлежат, их можно почистить, устранить, например. Картины мира родителей часто мешают, а не потому, что плохие, время не соответствует. Та ментальность, она изменилась сейчас. Так. Следующий шаг, ну вот здесь вот два, бывает, что меняются местами. Вот давайте здесь я напишу, готовность действовать, готовность действовать. Ну, делать, делать. Вот именно к самому физическому действию нужна готовность, именно ментальная готовность сначала. Потому что иногда бывает, вот вроде бы делай, 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 а ментальной готовности делать нет, ну, не стоит такая готовность. Например, здесь какие могут быть ментальные блоки? Например, это бывает, кстати, и современные, в том числе, где-то как кармическое наследие тоже прогружается. Ну, например, человек может иметь такие убеждения, что другие люди должны за него делать. Ну, просто вот, другие люди должны делать. И он каждый раз ждет, кто бы за него поделал. Кто бы за него поделал, а? Ну, где-то узнаете, да, может быть, у кого-то. Вот. Если вот такой, это основной блок, который здесь мешает, если это не пересмотреть и не взять ответственность за действие на себя, то делаться не получается. Ну, либо, конечно, надо нанимать команду, кто будет делать за вас. Ну, и в этом смысле тоже чего-то надо делать же с командой. То есть совсем без действий никак не обойтись. Вот. Поэтому ментально посмотреть, что мешает готовности действовать. Вот. И еще один пунктик важный – это принятие текущей ситуации. Это тоже большой блок ментальной работы, потому что мы можем изменить только то, что мы приняли. То, чего мы не приняли, мы изменить не можем. Не знаю, понятно или нет, что я сказала. Понятно, да? Вот. Потому что, ну, например, когда мы работаем в случаях, там, кто-то хочет продать квартиру, да, продать квартиру не получается. А квартира, может быть, просто не принята. И такие были у меня опыты. Просто человек, живя в этой квартире, не принял ее как свою, но не чувствует себя хозяином этой квартиры и не может ей дальше распорядиться. Все, движение не идет. И так далее, да. То есть для того, чтобы пошли изменения какие-то реальные, нужно тотально принять текущую ситуацию. Себя со всеми плюсами и минусами, людей, которые вокруг, уровень дохода, то имущество, которое есть, чтобы изменить в какую-то улучшающую сторону. Вот. Ну, все. Какие вопросы? Это вроде бы четыре пункта, но достаточно большой объем, который там за этим может быть. Но все это по силам, это все потихонечку делается. И тогда, действуя на внешнем плане, то есть конкретными действиями, там, описать конкретику, придать там свои цели, вот, плюс работа вот такая ментальная, то тогда и вы движетесь к целям, и цель движется к вам. Потому что вот еще одну схему я вам хочу показать. Интересную схему, на мой взгляд. Она меня когда-то очень зацепила, а я ее услышала еще когда бизнес-молодость были очень-очень-очень, и Петр Осипов эту схему рассказывал на одном из своих, там, я у меня училась на некоторых программах. Вот. Он рассказал эту схему, она мне прям вот сильно-сильно зашла. Вот есть некий факт, там, точка А, да, точка А, это факт, как сейчас. Это вот как раз тоже момент такой принятия текущей ситуации. Вот этот факт, который есть сейчас, часто не принимается, что мы движемся к цели, чтобы не видеть, не замечать того, что есть сейчас, чтобы как будто бы от двигаться, да, не к желаемому, а то от нежелаемого. Да, это вот работа с фактом. Ну ладно, дело не в этом. Вот мы ставим себе цель, точка Б. Цель. Мы ее сформулировали, описали, образы просмотрели, например, да, какие там есть. Проработали. В общем, цель понятна. Знаете ли вы закон физики? Сила действия равна силе противодействия. Знаете такой закон? Вот вы сделали натяжение к Б. То есть ментальное натяжение к цели вы сделали. Что будет обязательно противодействием? Б-. Выйдут какие-то ситуации, которые сформируют, не знаю, череду событий. Б-, то, что у вас от цели как будто бы отдаляет. Ситуации. Да. Могут быть ситуации. Но это ситуации, как… Ну смотрите, вот в этих ситуациях потенциал раскрывается. Вот я напишу, здесь потенциал. Да, то есть в этих ситуациях нужно где-то вырасти. Потому что, в общем-то, что такое? Двигаться к цели – это вот ваш факт, или можно написать я и мои обстоятельства, да, я и моя ментальность. По-хорошему, что происходит? Да, через вот проработку вот этих обстоятельств, да, мы себя растим. Я почему говорю, что когда мы работаем вот над этим, над этой частью роста, собственно, да, то цель, она как будто бы к вам начинает стремиться. Понятно? Да, что мы вырастаем как личность. Вот в этих обстоятельствах, которые могут нам где-то жизненные уроки давать, жизненную мудрость, где-то нам ситуации, в которых нужно проявить свое потенциальное качество, которым мы не пользовались. Где-то страх надо убрать и так далее, да. То есть, ну, вот это, кстати, все поводы пойти коучу. Ну это так. Саня, я тоже могу не пойти. Нет, можно к другим коучам пойти. Я могу кого-нибудь порекомендовать. Но просто самим можно что-то делать. Но у нас, у самих, я вот тоже хожу коучу регулярно один или даже два раза в месяц. У меня бывают сессии. Вот сейчас я знаю, что у меня есть сессия на 18 августа, у меня уже куча запросов. Потому что меня, ну, я такая же, как все, у меня тоже есть потенциальные события, которые мне непонятны порой. Вот. Там на 4 ноября у меня точно запись есть коучу и так далее. То есть у меня прям вот большое расписание. Потому что к целям хочу двигаться. Вот и все. Что, Саша двигалась ко мне? Вот смотри, как посмотреть вот эту историю, типа, что это бы, ну, например, ты что-то задумал, да, идешь, тебе встречаются вот эти события бы минусы. Как, короче, определить, это бы минусы или это бы моя цель? Ну, типа, знаешь, иногда ты прешься, 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 прешься. Это вообще, как бы, может быть, это не твоя хотелка. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Потенциальное событие, ну, или какое-то событие, скажем так, неприятное на первый взгляд, в котором ваш потенциал должен прорасти, оно тоже может показать, что вы движетесь на пути ложной цели. Но есть и другой метод, как это определить. Вам рассказать? Конечно. Ну, может быть, да, кстати, часто заботит вопрос, а это не ложная ли цель? Я не хочу делать, как бы, да, или я просто себя как бы отмазываю, типа, а, если это не моё, я не буду делать? Вот типа, чтобы даже... А может, ты знаешь, что, а мы проблемы показываем, что на что? Да не надо. Да, может такое быть, да, некоторые могут распознать, ой, наверное, это не моё, не буду делать. Вот. Ну, к коучу сходить надо, там разберётесь, это одно, да, но другое, как можно понять. Здесь я хочу опереться на знание второго навыка, который описал Стивен Кови. Знаете такую книгу? «Семь навыков высокоэффективных людей». Многие знают, кто-то, может, и впервые слышит. Да, вот... И я была у нас. Вот, моим, в общем-то, студентом, да. Да, я с 2013 года веду программу по Стивену Кови. Это очень частый корпоративный тренинг, который закладывают в основу корпоративной культуры, чтобы люди были проактивными, с целями, там, и так далее. Так вот, как у него звучит навык номер два? Начинай, представляя конечную цель. Начинай, представляя конечную цель. И Кови говорит здесь о какой конечной цели? О жизненном финале. То есть, вообразить, что останется после моего ухода. Что я такое создам, что останется после моего ухода. И ваше воображение, то, что вам покажет, это и есть ваша, ну, большая цель, жизненная цель. И на самом деле бывает у кого-то там страх, ой, это же вроде как, вдруг я вот сегодня это вообразил, завтра другое. Могу по себе сказать, уже восемь лет я воображаю, ничего другого не воображается. Вот если мое подсознание мне вот это показывает, значит, это моя цель. И также с самым тех, с кем мы вот регулярно по этой теме общаемся. То есть, то, что вам положено сделать, вам покажет ваше воображение. И поэтому цели, это что такое, да? Вот есть, например, конечная точка. Это некая, ну, большая цель, назовем, да? Большая цель. И вот у вас есть жизненный путь. Но он же не такой ровный, да? Он там всякий разный путь. Всякий разный путь. И у вас там, например, бывает, ой, ну, вот здесь вот какая-то цель возникла. Там, я не знаю, потом раз, вот сюда куда-то цель может пойти ваша, да? Но имея вот понимание и некое видение, даже пусть это будет какой-то пока нечеткий сюжет. Он просто чем чаще о нем думаете, чем он четче становится. Вы можете понять, это вообще вас к этому ведет или нет. Вот ваши, как говорится, ежегодные цели, ежемесячные цели, они вас вот к этому ведут или нет? Вот это такой классный тест, который вот вам, вас не обманет точно. Ваша это цель или это заимствованная. Потому что иногда даже заимствованные цели могут оказаться вашими. Почему нет? Ну, например, вы этого не додумались, а другой человек додумался до такой цели. Вы у него увидели, вдохновились и говорите, ой, я тоже так хочу. Так работает зависть. Зависть – это, кстати, хорошее качество. Вы знали об этом? Зависть встроена в ДНК всех людей. Это такая программка, которая позволяет нам учиться друг у друга. Вот именно тем, на какие маяки успеха вдохновиться. Вот. Главное, эту зависть не обрушивать, да, вот этим вот. Если вы как бы, ну, чем-то вдохновились у других людей, а потом свою текущую ситуацию, всякое разное там. Ой, фу, я там неудачник, лузер, у меня все кончено там. А вот они такие-то вообще, какие-то всякие разные, вот они такие, да. Ну, зависть не будет работать. Это вот как раз, пожалуйста, поработайте с ментальностью, как к зависти относиться. Вот и все. Смотри, если такой вот прям, выжим, что делать, нам поставить, то прям цель. Ну, вообще, конечно, вот надо вот это посмотреть. Ну, это давайте так, всем домашнее задание, ну, со звездочкой. Хотите, делайте, хотите, нет. Можете почитать себе навык номер два у Кови. У него там это как-то подробно так описано. Чтобы вот прочувствоваться в этой книжке, перечитайте второй навык. Попробуйте вот это вот, вообразить эту ситуацию. Ну, а дальше с целью бывают вообще долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Ну, долгосрочная, например, цель, ну, там, допустим, через 30 лет. Опять же, она может быть очень-очень примерная. Даже скорее, это пока могут быть даже уровень мечты. Потом приближайте, там, через 15 лет, через 5, через год. Ну, и плюс же еще надо баланс жизненных сфер учитывать. Вам про это рассказывают? Нет, нет, вам про это рассказывают. Это тоже просто у него же, у Кови во втором навыке про баланс, колесо жизненного баланса. Знаете такую технику? А кто не знает? Может, все знают. Ага, есть пара человек, кто не знает. Ну, чтобы ваши вот эти разнообразные цели, они ваши сферы жизни затрагивали разную. Я очень схематично, я просто вижу, большинство знает. Всего лишь два человека подняли руки, что не знают. Эта техника очень простая. Рисуется вот такое колесо. Сфер жизни может быть от 6 до 12, средняя 8. Да, и прописываете себе. Вот я конкретно рассказываю тем, кто не знает, да. Например, там, мое здоровье, деньги. Работа, отношения в семье. Здесь, опять же, делите, с кем отношения. Отношения в браке, отношения с детьми – это разные сферы. Разные сундучки будут, да. И отношения с большой семьей еще могут быть. Потом хобби, творчество, отдых, деньги отдельно, да. Потому что карьера, например, деньги – разные вещи. Можно не заниматься карьерой, но будет хорошо при деньгах. Мое дело. Мое дело, да. Заполняйте сферы жизни теми сферами, которые вас устраивают. Вот. А дальше отмечайте уровень удовлетворенности. Вот если в центре мы поставим ноль, вообще не удовлетворен этой сферы жизни, то на внешнем круге поставим, например, 10 баллов. 10 баллов. Это максимально удовлетворенно. И делаем срез на сегодняшний момент, да. Вот сегодня придете домой и сделаете срез, как вы довольны каждой сферой жизни, да. Кто-то там, например, на 3 поставит, на 2, на 1, на 5, на 7 баллов, да. И вот разные вот эти срезы-то делаем. Вот. И дальше ставим по-хорошему. Надо выбрать такую сферу жизни, развитие в которой благоприятно отразится на всех других сферах. Ну, что даст эти деньги, да. Деньги нам приходят, когда мы продаем воспринимаемую ценность. Какую такую ценность мы делаем, которая будет восприниматься нашим клиентам, нашей целевой аудиторией, за которую будет платить. Вот, может быть, надо поработать над пониманием этой ценности, над тем, как предоставлять ее. Систему некую, да, и тогда даст деньги. А что работаем над деньгами? Ну, вот там видят люди монетку, бумажку видят. Можно, я не знаю, там 33 прихлопа, 22 притопа делать, там, не знаю, ритуалы какие-то соблюдать. Но это не помогает. Ну что, какие еще вопросы? Нам нужен 5-5 минутный перерывчик. Скажите, пожалуйста, начали сферизировать цель. Ну, вот, сферизировали, ботинку увидели. А как распознать, как она влияет на ценности? Вот, у меня, например, хищное животное цель. Это тигр, это так цель. Ага, хищное животное. А что оно делает, это хищное животное? По-моему-то, в прыжке. В движении, в прыжке. Тигр там, в прыжке. А эмоция какая здесь? Какая здесь? Да. Ну вот вы этого тигра видите, что, какая эмоция поднимается? Красивый тигр. Любовацией. Да. Ассоциируете себя с этим тигром или нет? Или вы со стороны на него смотрите? Со стороны. Вот здесь смотрите, вообще неплохо, да, потому что риск должен сопровождаться таким азартом. Ну, вот набор эмоций, который азарт, ну, прям вызов такой. Да я там, поднимусь на эту гору, да, да я там с этого клиента вот возьму. И образ хороший, но только вы себя с этим, то есть не вы тигр, поэтому у вас же риск не работает. Да, моя роль, когда я в риске. Это не всегда вы тигр, да, только когда я рискую, я в этой роли или в этом образе себя там ассоциирую. И даже не сам тигр важен, а вот этот вот азарт вот этот, мощь прыжка вот этот. Там надо посмотреть, почему вы себя отделили. На коучинг сессию можно? Да, 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 продавайте, я подчеркиваю, нет. В общем, углубляться. Да, углубляться. Ну, конечно, на самом-то деле, когда ментальность скорректирована, на внешнем плане результаты очень быстро срабатывают. Если вы поработали над своей ментальностью, результаты, например, неделя-другая, ничего не меняется, значит, надо еще что-то смотреть. Чего-то там еще тормозит, борозит. Ну, врать-то на себе еще, да, 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 это все. Если поработали на нынешнем, не меняется, значит, вы себя врет. Так можно, да. Нам нужен пять минут перерывчик. Можно, кто-то уже так немножко видно. Давайте, кому надо, выйдите, кто хочет, что Наташа вопросов вставать, и едем дальше. Да, можно ко мне с вопросами подойти. Давайте, Наташа, я двое за то. Да, да, можете на инстаграм подписаться. Спасибо. Кому за что сошла тема про ментальность? Сошла, да. Спасибо. Ой, спасибо. Как приятно. Как приятно. Кто-то начнет это делать, это не вот так. Слыши. Ну, это смелость. Нужно столкнуться где-то со своим несовершенством. Вот, ну, может быть сложно. Давайте пять минут ровно, не больше только. Можно по обратной связи? Да. Хорошо, вот про ментальность, то, что это должно быть движение, что-то эстетичное. Я вот все время подумала, с чем же меня сейчас касается, у меня с какой-то ассоциацией, с бедностью, знаете, с каким-то вот таким вот, когда думая, все, вот эта вот копеечка, каждую копеечку считать. И я просто понимаю, что боязнь сейчас не удовлетворена своим уровнем заработка. И я понимаю, что, находясь вот в этом вот, боязнь этого риска, я, собственно говоря, в этом во всем и нахожусь вот ментально, что я себе представляю, что она себя представляет. Да, да, надо этот образ стереть, при этом нахожусь в мире. Да, конечно, я понимаю, что это, что это надо окоммунировать, не надо какие-то вот лишние фиксуры на завод, потому что это все вот к растрадам, ну, реально оттуда я все это прекрасно понимаю. Вот, но вот эти образы и набор картиниров запинаете, запинаете завод. Спасибо вам вот за такую дизуализацию этого риска, я понимаю, где один из затыков вот этих вот непонятных, сама себе поставила. Спасибо. Спасибо. Спасибо.